Слышишь, маньяк, отпусти его сейчас же! Блин, зачем мы его призвали, ребята? Честно говоря, я никогда не думала, что действительно существует такой проклятый телефон, по которому можно дозвониться куда угодно. Друзья, всем привет! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк и также три ваших самых топовых комментария в начале видео. Погнали! Три! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео. А сегодня мы будем, друзья, через этот проклятый телефон заказывать костюм для создания куклы Вуду. Я думаю, что вы все знаете, что такое кукла Вуду. Это то, что делает человек для того, чтобы что-то оживить, воскресить или наоборот проклянуть. Это очень страшная вещь. Но сегодня мы будем делать куклу Вуду не на какого-то человека, а сегодня мы будем делать куклу Вуду на маньяка. И какой это будет маньяк, вы узнаете совсем скоро. Это маньяк из счастливого дня смерти. Есть такой нашумейший триллер, ужастик, где маньяк с лицом ребенка с одним таким зубом просто убивает всех подряд. Очень-очень страшный маньяк. Поэтому сейчас мы будем заказывать по этому проклятому телефону специальную требучку, которая необходима для создания куклы Вуду именно этого маньяка. И мы будем ее оживлять. Если мы все правильно сделаем, то он придет, друзья, и мы его увидим в реальной жизни. Так что, друзья, давайте на этом видео соберем 5000 лайков, чтобы увидеть настоящего счастливого дня смерти в реальной жизни. Погнали! Короче, как работает этот проклятый телефон? Мы сейчас набираем номер 666. Да, именно этот проклятый номер. И именно во время того, как мы набираем этот номер, друзья, нам необходимо думать о том, что мы хотим заказать. После этого мы должны подождать 3 гудка. После 3 гудков нам должны ответить. Ну, я конкретно не знаю, что должны ответить, но кто-то должен ответить. И это будет означать то, что заказ принят и заказ будет доставлен. Короче говоря, я пока этого никогда не делала, поэтому все вместе с вами мы будем делать впервые. Ладно. Набираем. 6. 6. 6. Кутки. 2. 3. Сейчас кто-то должен ответить. Я просто в шоке, ребята. Он реально работает. Ого. Говорите. Да. Я бы хотела заказать для куклы Вуду счастливого дня смерти. Куклу Вуду счастливого дня смерти. Счастливого дня смерти. Блин, положил трубку. Я что-то не поняла, о чем он сказал. Но в конце он сказал счастливого дня смерти, ребята. Короче, ждем. Звонит. Черт, Дим, что брать трубку? Бери. Ладно. Да, я слушаю. Посылка доставлена. Ребят, он сказал, что посылка доставлена. Это просто невероятно. Ладно, короче, отправимся на то место, куда обычно нам доставляют посылки с сайта Дартнер. И проверим, там ли она на самом деле. Друзья, мне интересно, что же будет в этой посылке. И как будет выглядеть именно вот этот материал для создания куклы Вуду и маньяка этого счастливого дня смерти. И реально ли он придет в реальной жизни, мы сможем его увидеть. Мне кажется, это достаточно страшно и одновременно интересно. Ребят, сейчас мы отправляемся на место, где обычно нам приходят посылки с сайта Дартнер, но больше всего меня повергло в шок то, что телефон реально работает. Это просто какая-то мистика. Больше у меня нет никаких слов. Представляете, вы никогда просто не брали, на обычном телефоне не набирали номер 66. Вам отвечали или нет? А мне ответили. Даже не на обычном телефоне, а на очень-очень старом телефоне. Это говорит о том, что паранормальный мир действительно существует. Так. Нужно быть осторожней, потому что, блин, всякое может произойти. Так. Посылки не вижу, но, возможно, она будет здесь. Здесь, где мы нашли проклятую... Мы здесь нашли? Да. Мы здесь нашли какую-то проклятую пушку, друзья. Короче говоря. Ладно. Будем проверять. Возможно, они теперь постоянно будут закапывать свои посылки сюда в землю. Ладно, смотрим. Да, здесь что-то есть, ребят. Здесь есть какой-то сундук. Так, видите? Сейчас я его достаю. Ох. Тяжелый, друзья. Офигеть. Ладно. Давайте посмотрим, что-то... Ай! Там в ухо остца залетело. Так, ладно, открываем. Так, смотрите, ребята, здесь какая-то записка. Что это, Дим? Что это, загадка? Не знаю, что-то написано. Давай прочитаем. Чем больше из меня берут, тем больше я становлюсь. Это какая-то загадка. Ребята, слушайте, давайте сделаем так. Кто правильно ответит в комментариях, ответ на эту загадку получит от меня комментарий под комментарием. Ну, то есть я вам отвечу, поставлю лайк и обязательно подарю свое сердечко. Так что, друзья, внимательно посмотрите и напишите ответ в комментариях. Чем больше из меня берут, тем больше я становлюсь. Пока вы пишете, друзья, ответы на эту загадку, я посмотрю, что же тут за костюм. Так, смотрите, ребята. Это какое-то черное, видимо, как платье для куклы. Черное. И сама маска этого маньяка, ребята, проклятая маска счастливого дня смерти. Он реально жуткий, просто жуткий. И, кстати говоря, по фильму под маской скрывается человек. А вот кто, ребята, если он действительно явится сюда, в этот лес, возможно, у нас будет возможность снять маску и увидеть, кто же под ней прячется. Мне кажется, это жутко интересно. Так, ладно, берем весь этот костюм. Ребята, отвечайте пока на загадку, а мы отправимся и начнем делать куклу Вуду. Итак, ребята, кукла Вуду, обычная кукла Вуду уже готова. Нам осталось ее принарядить в наряд, который мы заказали по проклятому телефону. И сейчас, пока мы копошились, я в маске кое-что нашла еще, ребята. Посмотрите, это свеча исполнения желаний. То есть, наверное, при помощи этой свечи кукла Вуду и оживет. Короче говоря, обряд будем делать постепенно. Так, сначала мы оденем на и нашу куклу Вуду черный наряд, который нам прислали, ребята. Получается, как такой плащ. Блин, шутковато, конечно. Теперь оденем маску счастливого дня смерти этого самого проклятого маньяка. Оденем прямо на нашу куклу Вуду. Так. Чертковато, конечно. Так, наша кукла Вуду готова. Господи, она совсем искалила, посмотри. Посмотри, что у нее. Это старая кукла Вуду наша, которую мы делали. Ну ладно. Жутко выглядит, конечно. Ладно. Поставим его сюда. Пока я делаю обряд. Телефон сейчас я пока временно уберу. Поставлю здесь. Ладно, я так думаю, что нам нужно зажечь будет эту свечечку. Так, вставлю ее пока вот сюда. Вот так. Так, ребята. Мы зажгли свечу. И теперь мы снова наберем номер и скажем специальные слова. Счастливого дня смерти. Счастливого дня смерти. Счастливого дня смерти. Итак, ребята, нам осталось только ждать. Эта кукла должна ожить или превратиться в реального этого маньяка-ребенка. Так, свеча догорела. Короче говоря, ребята, давайте оставим камеру здесь на штативе, направим на куклу. Возможно, она не превращается, пока мы тут. Так, сейчас я поставлю. Все, ребята, мы пока уходим. Посмотрим, что произойдет. Черт, Дим. Дим, он пропал. Блин, ребята. Он куда-то пропал. Надо срочно его найти. Слушай, слушай, стой, стой, стой. Нам нужно разделиться. Дим, ты, короче, следи. Вдруг он вернется туда, в дом. Иди, останься там. Я схожу с Лаки и посмотрю в лесу. Может быть, он там. Черт, ребята, это ребенок. И к нему бежит счастливого дня смерти. Этот маньяк-убийца схватил ребенка. Отпусти ребенка, слышишь, я тебе говорю. Черт, отпусти ребенка. Ребята, он похищает его. Такое ощущение, что он вообще не слышит, что я ему говорю. Отпусти ребенка. Убийца, отпусти сейчас же. Черт, блин, он такое ощущение, что он меня не слышит. Маленький, я не могу тебе помочь. Черт, ребята, у него на руках маленький ребенок. Черт, отпусти его, слышишь, маньяк. Я ничем не могу помочь, ребята. Слышишь, маньяк, отпусти его сейчас же. Блин, зачем мы его призвали, ребята? Бедный ребенок. Черт, черт, отпусти его. Ну, пожалуйста, я прошу тебя. Нет, нет. Мне нужно спасти этого ребенка. Черт, спасти его. Что нужно? Слышишь, маленький? Слышишь? Остановись. Черт, Латя. Латя, пожалуйста. Черт, остановись. Остановись. Дай. Черт. Я не знаю, что это было. Друзья. Но, видимо, это просто какой-то момент из прошлого. Я никак не могла повлиять на это. Короче, с вами была я, королева мистики. Всем до новых видео. Всем желаю счастья, добра, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...